Воплотители этой идеи в жизнь тем самым решили немного стереть грань, отделяющую учителя от ученика. Все вместе оказались вовлечены в один большой творческий процесс. Формат уроков поменялся. Уроки превратились в викторины, конкурсы, откровенные беседы у камина. Каждый день посвящен отдельному предметному циклу. Естественно, математическим наукам, филологическим наукам, которые изучаются в начальных классах. Самовыражение прежде всего творческого потенциала и интеллектуального. Поэтому здесь учителя показывают все на то, что они способны с точки зрения воспитательной и внеурочной деятельности. Все дни яркие, красивые, и ребята всегда принимают участие очень активно на любом из всех мероприятий, которые проводятся. Четверг посвящен циклу наук общественно-эстетического направления. Сегодня работали преподаватели изобразительного искусства, музыки, физического воспитания. Игра проходила по станциям. Каждая команда получила маршрутный лист и передвигалась по направлениям. Причем в каждой команде дети разновозрастные. Ученики с 3 по 10 класс. Это тоже было сделано с умыслом. Это опять же подает нам право говорить о сплочении коллектива самой школы, что у нас и так отличает менталитет наших ребят. Ну и то, что они могут помочь старшим и младшим. Чувствуется, что в эти дни в школе царит особая творческая атмосфера. Подобная форма работы с детьми и обучение позволит кому-то из ребят уже на этом этапе сделать для себя выбор в пользу углубленного изучения какого-либо предмета, а возможно и определиться с выбором будущей профессии. Мой любимый язык английский во вторник был день английского. Мне понравилось. Я очень хотела бы поехать в Англию. Для того, чтобы изучать язык, ты хотела бы поехать в Англию? Да. Всем очень нравится, все довольны, все позитивны. Вот всегда бы так было, если честно. Татьяна Сафонова, Владимир Прищепа. Новости.